Всем привет! С вами снова я Виктория Крокус и сегодня я совершила такую замечательную покупку. Хотела я ее купить как можно скорее, но у меня не получилось, было очень много дела, я не успевала заехать в магазин и купить. Поэтому выкладываю это видео только сейчас. Надеюсь вам будет интересно посмотреть, кто любит смотреть мои видео, думаю вы досмотрите до конца. В этом видео покажу вам эту раскраску поближе и также мы ее с вами пораскрашим. Эту раскраску я приобрела для того, чтобы сделать себе новогоднее настроение, потому что скоро у нас Новый Год, самый мой любимый праздник. Не могу себе сделать новогоднее настроение, например, с помощью фильма «Один дома», буду делать это с раскраской. Раскраска Джоанна Бесфорд «Рождественские чудеса. Книга для творчества и вдохновения». Сразу хочу сказать, чтобы вы не думали, что я просто их покупаю, а потом складирую, трачу деньги на это. Полтора месяца назад я купила себе раскраску «Удивительный джунгль» от Джоанны Бесфорд, это ее предыдущая раскраска до «Рождественских чудес», которая вышла. Я раскрашиваю, когда у меня свободное время. Здесь раскрашено примерно где-то 20 картинок разных. Очень люблю раскрашивать, и особенно раскраски Джоанны Бесфорд, я предпочитаю только ее раскраски. Хочу вам показать, что у меня раскрашено из этой раскраски. Начала вот такой вот разворот. Очень красивая бабочка с блестками. Тигруля. Пандочка. Лигуана. Начала раскрашивать. И птички. Надеюсь, вы теперь не будете думать, что я просто так покупаю эти раскраски, и не будете задавать мне вопросы, зачем тебе столько. Я очень люблю раскрашивать, и как только я смотрю фильм вечером, я сразу беру раскраску и раскрашиваю. Начнем с того, что обложка очень красивая, она теперь не просто черно-белая. Еще добавился такой венок красно-зеленого цвета. Давайте просто пролистаем. К сожалению, у нас тут отрывные листочки, и это меня очень расстроило, потому что я никогда не хочу отрывать листы из раскраски. Мне больше нравится, чтобы они у меня были в раскраске, хранились. Но вот, к сожалению, у нас теперь отрывные листы, и мне, я думаю, придется подклеивать скотчем в любом случае, они будут отрываться сами. Так, на фортеце у нас елочные игрушки, просто так же, как на обложке. Эта книга принадлежит, тут разные подарочки, елочки, все по-новогоднему, ясное дело. И у нас эта раскраска односторонняя. То есть, если у нас, например, здесь вот такая вот картинка, то с другой стороны будет просто листок, как в обычных раскрасках он белый, а тут еще вот такие вот рисуночки, еле заметные. То есть, эта раскраска теперь односторонняя. Тут есть видение. Пусть праздники станут красочными. Нарядные, елочные игрушки, изящно украшенные пряничные домики, гирлянды, астралисты и плюща, книга, рождественские чудеса, сокровищницы бесподобных арт-постеров. Вдохните в них жизнь, раскрасьте и подарите. В книге 37 арт-постер. Полезные советы. Используйте пустую страницу палитры в конце книги, чтобы проверять карандаши-фломастеры. Карандаши – самое универсальное средство для раскрашения. Фломастер делает оттенки энергичными, только не нажимайте сильно. Не переживайте, если залезли за линию. И так в сетях с хэштегом Joannas Christmas. Это в инстаграм я обычно смотрю, как кто раскрасил. Очень интересно. Тоже, если у вас есть свободное время, набраться вдохновения, заходите в инстаграм, пишите этот хэштег. Первая раскраска у нас – олень с елочными игрушками. Тут опять-таки ничего нет. Так что, если у вас будут просвечивать фломастеры или краски, то можете не переживать. Теперь нет такой проблемы. Рождественский венок, елочка, снова олень. Тут двойная картинка, елочные игрушки. Пряничный домик с конфетками. Мишка с подарками. Это как мандала. Тут просто много мелких частей. Коньки, всякие птички, пироженки, подарочки. Щелкунчик. Снова мелкие части. Пряничный домик большой. Конфетки. Птичка с подарками. Елочные игрушки и елка. Патефон. Сова. Такая, ну, я думаю, это быстро можно раскрасить. То есть, здесь достаточно крупные части. Не так, как, например, в Затерянном океане. Домик. Вот это вот моя самая любимая картинка. Это у нас камин. И, видимо, это сочельник. Елочка, подарки. Вообще классно. Лошадка. Елочные игрушки. Часы. Кролик. Цветы. Птички очень красивые. И вот та самая тестовая страница, где вы можете проверить крандаши и фломастеры. Покупала я раскраску в Читай-городе. Она стоила 472 рубля. Но я купила ее за 370, потому что у меня была скидка. Многие сейчас напишут, заказываю в Азоне. Там за 300 рублей можно найти. Но доставка в мой город там стоит 200 рублей. И у меня получается дороже, чем купить в Читай-городе. Поэтому раскраски я покупаю в Читай-городе. Я уже приготовила канцелярские принадлежности для раскрашивания. У меня много-много всего разных фломастеров, карандашей, ручек. Но я вот выбрала 3 пачки, которыми я буду активно раскрашивать. Первая это кориолка неоновая. Купила их только сегодня. 8 цветов. Это замечательные такие неоновые фломастеры. Стоили 260 рублей. Они есть в Читай-городе. Думаю, вы все знаете неоновые фломастеры. Мне давно такие хотелось, когда я увидела, сразу не раздумывая взяла. Буду ими раскрашивать елочные игрушки. Потому что мне просто очень нравятся всякие яркие вещи. Также у меня есть такие фломастеры тоже 8 цветов фирмы Giotta. Они с блестками. Уже их вам показывала. Наверное, многие знаете. Они мне тоже напоминают всякие рождественские елочные игрушки. У меня на елке, например, все игрушки блестящие. Поэтому они будут как нельзя кстати. Покупала их в Москве за 490 рублей в московском доме книги. И также буквально пару дней назад я ездила в метро за продуктами. И увидела там мои любимые ручки. У меня был такой набор уже 3 раза. Но они все закончились. И я купила новый. Они тоже есть с блестками. Неоновые. И просто гелевые ручки. Безумно довольна. Потому что они стоили всего 400 рублей. Это 24 цвета. Их хватает на очень-очень долгое время. Примерно года на 3 мне хватает. Или на 4. Если писать и раскрашивать. Ну, не так часто как бы. А вот время от времени. И как я их увидела, я их сразу взяла. Потому что они очень редко бывают метры. Но если они есть, то я их беру. Прекрасные ручки. Тоже буду ими раскрашивать. Ну что, теперь давайте с вами пораскрашиваем. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Нравятся ли вам мои видео отдельные, где я просто раскрашиваю. Если нравится, я буду чаще снимать видео, где я просто раскрашиваю раскраски, картинки. Вы будете заказывать, какие хотите, чтобы я раскрасила. Ну и вот я решила поэкспериментировать. И в этом видео пораскрашивать немножко этой раскраски. Если вам интересно, вставайте со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Первую страницу я планирую сделать полностью в блестках. С такими ручками из магазина Метро. Мне кажется, это очень по-новогоднему. Вообще, очень рада, что купила эту раскраску. Мне она безумно нравится. Ждала ее почти год, когда же ее выпустят. Хочу рассказать вам интересную историю. Сейчас случайно пролила вот сюда воду. Можно заметить. И представляете, она не разрыхлилась. То есть, она не промокла. Она просто эта бумага впитала в себя воду. И сзади ничего нет. Хотя я пролила достаточно много воды. Очень я была удивлена. Говорят, что эта бумага специально мелованная. Очень меня это порадовало. Давайте напишем, что мне эта книга принадлежит. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Пока что у меня получилось вот так вот, но я обязательно докрашу эту картинку перед тем, как выложить видео Поэтому ставлю сейчас фотографию, как я докрасила Эта раскраска мне очень понравилась Я безусловно советую вам ее купить, потому что зима еще очень долго будет у нас Еще, я думаю, 4 месяца в России будет снег лежать Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите, если вы хотите, чтобы я раскрашивала на камеру Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА